едем с рыбалки и решила остановиться вот возле поля пшеничного видите уже уже жалтеет уже все скоро начнется уборка колос хороший на такой видите вот какой колос все подходит уже пшеничка скоро будет урожай собирать комбайны а тут вот дорога через поле все ездят вот не его стоит да и вот вот так вот где рука вот так вот пшеница высокая ну как вот не снять такую красоту видите это же хлеб хлеб всему голова и оно такое это поле длинная что да далеко далеко уходит это за деревней за нашей там еще одно есть поле вот так вот пшеничка вот такая едем с рыбалки на рыбачили едем домой так мы поймали рыбы карась на удочку я поймала четыре карася таких я их поддавала котам ну где-то вот такие вот и два маленьких вот таких вот подвязочка маленькие два это мы котам раздали порубили уткам вон они вон они что делают гоняются один за одним четыре штуки разрубили и они все поели и дружку хвостик закапывает что ли дружок кого ты делаешь вот так вот сейчас занесем пока ее на веранду на ночь а утром рано опять не работа предстоит вот видите ну мы хотим завтра ее попластать часть и посолить и ну посушить чтобы вяленая была ну вот по рыбе рассортировала вот эти пакетики это такую среднюю выбрала это будет уткам буду один раз в день давать в обед рубить вчера волю накормили сегодня уже порубила им с утра а вот эту сейчас пойдем пластать четыре штуки оставим на жареху там опять икры столько много куда я мы ее не успеваем съедать 4 на жареху остальные попластаю в пласт посолю и завяли такие у нас с утра планы сейчас с утра пойдем все это делать потому что вчера предупредили вечера нам позвонили отключат воду и свет отключат опять на весь день так что мы будем сегодня с утра быстренько делать все дела с рыбой разобрались опять разделила ее на три части можно сказать икры посмотрите как я говорила полная икры икру буду промывать под краном наверное на жаре тоже отдельные икры со сметаной с яйцами перемешаю все она мягенькая вот это вот на жареху или как-то надо в духовке все собирая собирая сделать в духовке мне руки не доходят но вот эту попластали не моем ее ничего я сейчас не буду вот сюда уцелить вот так вот беру вот здесь где толстая разрезали вдоль и вот так вот я ее складываю вот так вот присыпаю хорошенько присыпаю потому что сейчас же лето прям солю так хорошо сутки она у меня постоит соли будем ее вытаскивать промывать если надо будет вымочить немножко ее опять вот так вот каждый слой солью надо соли уже покупать соль идет у меня вообще быстро на рыбу знаешь я же заготовки соль везде нужно в общем вот так вот сейчас я ее пересыплю всю ну вот и все я пересыпала ее с обратной стороны мы ее почистили когда мало мы ее чистим и в такую жару осенью мы пластаем с чешуей нечищенную осенью проще завялись мух нет ничего нет а эту будем как сказать оберегать накрывать тюлью чтобы муха не села вперед я солила хорошая рыба получился мы ее быстро съели там 4 штуки наверно было все сейчас крышку найду крышкой закрою по диаметру так вот и сверху гнетом два кирпича сверху положу гнет и все и с рыбой мы разобрались девчонки ездили в купино пока мы тут ничего не съели не надкусали я покажу вам что вы купили заехали светофор купили вот такие орешки на себя берем 100 рублей по моему не стоит вот этот кофе берем когда вот такое когда большая банка это 113 по моему рублей стоит заехали за колбаской купить краковской вообще все корзины колбасные пустые брали с полок там пол еще есть я ни разу такие не брала вот это вот пикантная какая-то 309 рублей килограмм ни разу я ее не пробовала а это по моему 340 или 360 сыр копченая стандарт тоже ни разу не брала в общем сейчас еще принесу там чем мы купили покажу вам это уже в другом магазине мы взяли считается у нас оптовый что ли он считается светофоре не стала конфет брать потому что там ну килограмм и как сказать вот мы все переворвали они не очень все сладкие все с какой-то начинкой а я взяла карамели вот этого 130 рублей карамель название уже забыла осмотрим а это что-то молочное 85 рублей килограмм это в оптовых этого любит такую фигню всякую попкорн дешевые так потом заезжали вниз к цен я купила там 5 килограмм сахара но он видно не сладкий по 46 рублей никуда мы больше не поехали искать в общем там купила и все сахар соли там дела и набрала вот приправ все дорого все дорого все эти приправы они все дорогие так это хмелью синели базилик у меня его нету я знаете что хочу сделать чеснок это я специально такой взяла сухой и вот это вчера посмотрела в одноклассниках выбросили это ну заверить попробую помидоры в духовке хотя бы попробовать и там нужен чеснок сухой базилик там любые приправчики видите вот перец горошком так да это перец душистый на помидоры взяла перец горошком а смесь перцев душистый там белый еще какой-то там рублей 40 по моему мне не стала брать и вот в низко ценах крышечки взяла тоже не цену ничего не знаю десять штук взяла потому что надо будет пластмассовые крышки чтобы были у меня сейчас покажу банки взяла банки полутора литровые здесь 15 штук тоже дорогие искать нигде не искали где были там не было банок здесь широкое горло и широкая это крышка идет сказали что так завода идут они уже завода с крышками вот 40 с лишним рублей чудо около этого тут 15 штук в общем общем все очень дорого вот здесь крышки сразу вынесли ну а здесь фанта уже пили в дороге и вот в низко цен взяла масло корона изобилия 550 рублей это масло 5 литров тот раз брала светофоре что-то мне не понравилось 5 литровую ну куда темное было мне кажется но маленечко горчила поэтому взяла вот такое масло в общем деньги стратили особо ничего не купили и есть нечего и денег нету вот так вот ну вот еще заехали в пекарню взяли две булочки хлеба был конечно горячий сейчас он уже теплый просто сколько стоит не знаю уже не помню я чек дадут чек кинешь в эту сумку потом сумки вообще выбросишь не так вот не контролирую ничего но хлебушек так вкусный хороший маленько отдохнула после купина вышла вот сюда села под баню на диван я тут очень редко сижу вообще очень редко мужики хоть тут приходят тут курят а я редко здесь сижу вообще отдохнул утки уже он беспокоится воды надо поналивать жарко так хорошо на улице вообще замечательно свет дали хотя время на часа три то обычно до 7 часов свету не не бывало вперед тут сейчас дали свет слава богу не посмотрела только вода есть или нету но хоть свет дали можно можно работать сейчас посижу управлюсь и и буду видео монтировать я после вчерашнего отдыха не могу еще отдохнуть вот после отдыха еще отдыхать надо как-то не знаю как вот люди может может по-другому как-то отдыхают мне кажется вчера приехали ой я так устала вот так устала утром встала еле живая ни рукой ни ногой не могу и все вот вообще ничего ничего не движется или боже мой как же люди вот ездить отдыхают на отдыхе а мне так тяжело потом расходилась я слава богу кое-как за рыбу взялись и с утра казалось бы а что я там делала на рыбалке ну сидела удочку держала за поплавком следила там надо следить за поплавком как только клюнет надо подсекать вот так вот поднимать вот эту леску удочка длинная 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 и надо вот так поднял вверх и перебрасываешь опять без конца надо ее перебрасывать ну чтобы поплавок на месте не стоял я говорю вов я уже кажется мозоли на руках натерла оттуда дела очки вот в очках надевала на сделала этого червячка на крючочек и сидела рыбачила ну как сказать кому комаров не было хорошо что комаров не было тепло было все ну тяжеловато потому что я очень поздно начала рыбачить почти в 60 лет молодая не ездила под старость лет поперлась на рыбалку вот такие дела девочки я с вами прощаюсь до завтра до новых до нового видео кто зашел гости на мой канал оставайтесь подписывайтесь не уходите пишите комментарии ставьте лайки и всего всего вам самого-самого доброго всем желаю крепкого здоровья пока